Итак, Павел Ботов, следующий уход из команды Петран. Алексей, пожалуйста. Ну, сейчас была Доларива... Не-не, вставай, вставай. Сейчас Володя показал сверху, когда Долариву заправляют. Я покажу снизу, когда Долариву заправляют. Немножко поработаем отсюда. Забираем Долариву, обязательно крючок у меня должен цепляться за бедро. Я хватаю либо за пятку, либо за штаны. Второй ногой, обычно несколько положений ноги есть. У этой ноги несколько опций. Если я могу крючком цеплять бедро, понятно. Ну, и если я уже забираю захват, условно, ближний отворот, кросс-колл разбираю, можно сюда переходить. Но сейчас это не самое важное. Самое простое, что сейчас нужно, это просто чуть повывешиваем, как оверхед через голову, только над собой в сторону. Это очень просто. Главное забрать отворот не на уровне его груди, выше грудной клетки, ближе к шее, чтобы я мог контролировать его осанку нормально. Вот. Здесь мне придется, если я хочу вывесить над собой чуть в сторону, ну, так очень тяжело через себя кинуть отсюда, потому что, во-первых, даже если я его перекину, у него руки есть, да, он упрется, скорее всего, руками в пол. Я могу немножко поиграть этой ногой, чуть повыбивать его туда-сюда. Во-первых, я должен все время оказывать давление на его ногу, на его коленный сустав. Здесь стопу вставляю на бедро, чуть-чуть вывешиваю его на себя и в сторону выкидываю. Вот сюда. Вот мне нужна вот эта реакция, мне нужна вот эта рука сейчас, которую он упирается в пол. И вот когда он начинает заваливаться, вот здесь, понятно, что он не хочет упасть на спину, потому что если он руку не выставит, то я, ну, понятно, я там начну вкручиваться, там, и так далее у нас. Уже работа пойдет. Я прокидываю вот этот крючок, которым у меня была дларива, как можно глубже, стараюсь дальний хук забрать. И вот здесь тоже важно, я контролирую осанку его, продолжаю контролировать захват. Я отпускаю первоначальный захват левой рукой, его стопу, ну, его пятку или штаны, и прихватываю вот за эту руку. Вот здесь, либо за ткань, неважно, либо за запястье, как угодно вам сейчас. Это, ну, не принципиально. И вот этой ногой продолжаю его грузить, потому что, чтобы ему было тяжелее встать на меня. Вот отсюда я начинаю натягивать отворот к себе. Вот сюда. Ну, вот если как лежа сейчас, например, находится, здесь уже труда не составит. Я уже, вот если у него локоть раскрыт полностью, ну, если он еще не выкупает, что я буду делать? Я просто перекидываю ногу через голову и здесь забираю захват на кимура отсюда. Здесь все просто дальше. Я обязательно подгружаю его осанку дальше, ну, глубже еще ногой, начинаю продавливать локоть к себе. Не надо там никуда ничего там заводить, за голову ему обязательно. Локоть прижали к груди своей и начинаем прокручиваться. Угол локтя 90 градусов у него должен быть. Все, еще разочек. Выбили ногу, забрали отворот. Чтобы его вывесить, надо немножечко ножку перенести повыше к паху его, да? Ну, не надо прям упираться в каштаны, можно чуть пониже. Бедро выводим в сторону. Здесь я его загружаю. Отсюда. Чтобы он на меня не встал, я хук пробиваю, начинаю продавливать в мутаз. И вторым коленом также продолжаю ему давить голенью в живот. Здесь я ловлю его руку. Ни в коем случае не кидайтесь сразу на руку. Сейчас ошибки будут точно у всех одинаковые. Вот так вот. Обычно я не успеваю захватить. Он на меня возвращается. Понятно, что тут еще не все потеряно для меня, но нам придется заскремлиться люто, чтобы я ничего не проиграл. Отсюда. Если он локоть закрывает, я все равно продолжаю его грузить вот здесь. Забираю запястье. И вот здесь я отпускаю от ворот в один момент. Я понимаю, что я уже все. Ногами я гружу его. То есть давлю на него. Рукой тяну на себя. Здесь все равно понимаю, что еще... Локоть чуть закрой. Да, ближе. Он уже понимает, что локоть нужно закрывать. Я отпускаю от ворот. Начинаю прихватывать именно черпаком за локоть. Раскрываю такими мелкими дерганными движениями. И пробиваю захват. То есть очень важно, что я должен... Сразу я с одного движения это не сделаю. Забираю. Вот отсюда я уже могу. Ногу выпрямляю. Делаю круговое движение ногой. Перекидываю. Обыгрываю его голову. Зажимаю. Доделываю. Так, еще разочек. Кому тяжело вывешивать, можете... Ну, если любите под пятку захват, можно поглубже прихватить. И в сторону вот сюда закинуть. Тоже имеет место быть. Но там вот придется глубокий хук забирать. Мне кажется, вариант с вывешиванием станет еще раз попроще. Выбили, забираем отворот. Пригрузили обязательно отворот. К шее поближе взяли захват. Подгружаю. Вешаю. Вот здесь сразу же ногу выпрямляю. Видно, крючок у меня на бедре у него. Ну, на тазу точнее. И голень я его начинаю продавливать. Тяну на себя. Запястье прихватил. Можно за ткань брать, можно за запястье. Не важно. И отсюда я начинаю уже работать с его рукой. Опять же, вот как сейчас Леша находится, он упал полностью на предплечье. Мне удобно просто ногу перекинуть сначала. Вот сюда. Он уже с такой осанкой вряд ли что-то мне сделает. Даже если он начнет на меня подниматься, он все равно отдает мне руку. Я прижимаю, доделываю. Есть вопросы какие-то сразу? Еще раз показать? А лучше всего перевернуть, если он намерно стоит и не делает движение. Можно на него пойти? Сейчас. Раз. Тут доделываем. Если вот он здесь никуда не уходит. Я могу отпустить вообще Кимура, пойти на него вот сюда. Сюда, вот сюда. Сюда. Сюда зайти. Ну, как обычная опция с Кимура. С Кимурой, с VIP-ом и так далее. Все одно и то же по сути. Давайте, поехали. Давайте, ребята, вперед. Мне не надо снимать. Ясна. Мальчик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...